Ярослав, мы с вами договаривались о том, что с вас и с нас уже хватит политики, но без нее, как видите, не обойтись, поскольку она присутствует в нашей повседневной жизни. Но у нас упор будет не на политику, поскольку в Чикаго, я не знаю, как в Нью-Йорке, а в Чикаго вы знаете как политического обозревателя, который работал на радиостанции 1330 Новая жизнь, потом по каким-то, ну не знаю, причинам, если вы захотите, вы можете сказать, хотя это не обязательно, вы сейчас работаете на другой радиостанции, но скажите, вот у меня такой вопрос. Вы, я знаю, наверняка следите за политической ситуацией и вообще за ситуацией, которая на территории находится и Белоруссии, и России, и Украине. Что изменилось с точки зрения журналистики? У власти президент, который находится, ну там, по-моему, Конституции уже там нету, что там 8 лет, это единственная, по-моему, страна в мире, насколько я понимаю, где неограниченно... Неограниченно... Вот Куба еще там был, Фидель там сидел много лет, да? И сейчас это доступно, открыто, вот за те вещи, то, что вас попросили уйти, как-то преследуют, не преследуют, сейчас можно об этом говорить или все-таки ситуация осталась такая же, как и была? Я понимаю, что мы говорим о Белоруссии и о белорусской журналистике, да? В основном, да. Потому что у нас, да, Минск, Чикаго, Нью-Йорк, дорогая Попадкина. Я скажу другое, как раз я хочу от политики оттолкнуться к более глобальным вопросам, потому что если мы говорим конкретно о диктаторе, не диктаторе Лукашенко, называйте его как угодно, все-таки он 20-летие у власти отметил. Это 20-летие почему-то отсчитали от 95-го года, а не от 94-го, так 21 год получается. Ну, там просто был как бы референдум в 95-м году в мае и о проглении срока президентского, и о реформе конституции. И начали отчитывать, то есть год забыли, а год с 94-го по 95-й там было тоже очень много сделано, вот в плане того, чтобы его закрепить окончательно и бесповоротно. А меня беспокоит больше другое. Качество журналистики в Белоруссии не изменилось на самом деле. Беларусь была традиционно сильна своими журналистскими кадрами, просто они расслоились. Очень талантливые люди работают на пользу президента, правда они, конечно, очень продажны, крайне продажны. И очень талантливые люди работают не в пользу президента, но, правда, их не очень слышно. Вот единственное, что работает там Радио Река, до сих пор агентство Белсат и прочие, которые работают, конечно, в Литве, в Варшаве. Но, тем не менее, пытаются на хорошем белорусском языке донести до белорусов, что они все-таки белорусы. Я прошу прощения, Радио Река это в Израиле? Или там тоже есть Радио Река? Ой, извините, Радио Рация, я перепутал. Пожалуйста, Радио Река тоже работало, как-то оно на аллитерации у меня выскочило, да, извините. Вот, Радио Рация, конечно. Но, тем не менее, тем не менее, самая главная, наверное, проблема белорусская заключается в том, что выросло новое поколение, даже несколько поколений, из тех, которые не представляют себе, что может быть другой государственный строй. Все-таки, что такое 20 лет президента у власти? Родился ребенок, вырос и вот уже заканчивает университет, и он знает только одно, что президент у нас всегда Лукашенко. И всегда так было, так есть и так будет. И вот, когда вырастает вот такое вот поколение, я уж не говорю, что мы можем брать с захлестом, потому что те, кому 10 лет, ну, кто себя вспомнит, каким он был в 10 лет ребенком, правильно? Вот, поэтому мы можем брать с захлестом от 84-го года. И это, в принципе, значит, поколение два мы уже имеем на фоне Лукашенко, которые знают только одно, что в Беларуси только такой государственный строй, только один президент. И вот сейчас, вот если мы так вот сделаем между собойщик по поводу того, вот кого мы знаем там из российских политиков, да много кого знаем. Знаем и Жириновского, знаем и Пескова, там много фамилий назовем. Кого из украинских знаем? Назовем и Герасченко, назовем Астахова, назовем, в конце концов, Саакашвили, который сегодня губернатор в Одесской области. Теперь, а кого мы знаем из белорусских политиков? Оп! И возникает резкий ступор, честно говоря. Я полагаю так, что готовится смена, у него есть сын, и преемственность поколения, она, так скажем, приветствуется, наверное. Ну, это, да, это шутка. Ну, хорошо, скажите, а как у нас дела обстоят здесь? Ну, здесь можно говорить, здесь нельзя говорить, или нас тоже тут вот так вот как-то закрывают? Можем ли мы говорить у нас на радиостанции, если это можно назвать радиостанцией, это радио-интернет-портал центра Сангейтс? Можно ли говорить вот о таких вещах, допустим, и впрямую, и это будет нормально? Как вы считаете? Ну, один печальный опыт, Михаил, я уже представлял, по-моему, и он в интернете есть, об этом достаточно много написано. По поводу того, ну, это, правда, происходило в 2003 году, когда вот как раз новая жизнь чикагская пришла в Нью-Йорк на волну 620 АМ. Это была такая затея по поводу организации вечера, как раз тогда Путин переизбирался в начале 2004 года, в марте были эти выборы, собрать покойного уже Сашу Литвиненко и Олега Даниловича Калугина на такой небольшой сборище здесь в Нью-Йорке, поскольку оба с ним, ну, как бы не с ним работали, но оба знают, как бы, его сферу работы, и все-таки Калугин, генерал-лейтенант КГБ, именно по этому направлению, как бы, по направлению внешней разведки в свое время был. Ну, а Литвиненко, покойный ныне, очень жаль этого человека, хороший был человек, немножко знал всю эту, ну, немножко знал снизу, немножко владел, как бы, информацией о нижнем белье, скажем так. Все это дело пытались собрать здесь, в Нью-Йорке, конечно, атака была страшная, атака была прежде всего от Аэрофлота, такая есть у нас организация, я не знаю, сколько в ней резидентов сидит легальных или нелегальных под маркой Аэрофлота, сколько резидентов сидит во Внешторге, я сегодня не знаю, представительство Внешторга России до сих пор существует здесь, но, тем не менее, там под легальным, как бы, под легальным... Субтитры создавал DimaTorzok